Я без этого не могу. Это часть меня, часть моей жизни. Чтобы стать на уступ этой скалы и только оттуда открывается это интересный вид. Многие считают, что это якобы тема неинтересная. Но я так не считаю. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деловой Славянск. Сегодня мы продолжаем цикл встреч в нашей программе «Персона». И сегодня мы встречаемся с творческим человеком, со славянским художником, с членом Союза художников Украины Владимиром Радковским. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей программе. Когда вы начали, собственно, рисовать? Вы сейчас уже пришли к какому-то уровню своего творчества. А когда все-таки начинали, когда почувствовали о том, что вы хотите стать художником? Мне это всегда нравилось и тянуло мне к этому. Я рисовал с натуры, когда был еще до школьного возраста, всех своих соседок, девочек. И даже они специально готовились. Я их рисовал карандашом. И уже тогда, когда слава моя, как рисовальщика или портретиста была, когда было еще ребенком, будем так говорить. Я помню даже имена и эти рисунки. Ну, здесь помню. Они сохранились, кстати говоря? Нет, они не сохранились. Я их просто подарил. Понимаю. Ну, то есть что-то такое было. Иска какая-то была. Желание, интерес был к этому с самого детства. Когда с отцом мы приходили в ДК на профсоюзное собрание, я стоял перед картиной «Три богатыря», как завороженный. Это была копия или завороженный. Или просто как это что-то было. И я стоял, сколько было собраний, стоял и смотрел на эту работу. Мне казалось, что это что-то сверх чего-то. Потом прибегал домой и по памяти рисовал этих богатырей восьнесутских. Супер. Скажите, вы получили образование по художественной долине, получается? Да, я сначала в Днепропетровске народной студии немножко занимался перед армией. Потом второй раз поступил в Харьковский худпром, но сейчас в Академию дизайна и искусств. Сейчас. Тогда художественная промышленность. До этого он был чисто художественный в 50-е и 60-е годы. Но это была целая история. Там традиции рисовальной школы. Скажите, а в какой технике вы работаете и с чем связан этот выбор? Ну, я как бы, я не знаю, я все люблю. И пастель. Очень люблю. Карандаш. Очень люблю. Люблю гуашь. Я на практиках гуашью писал, когда был студентом. Это великолепный материал. Очень люблю акварель, но в акварели не продвинулся настолько, как в масле. Как говорили, люблю быстрые эскизы делать. Это очень сложный и демократичный материал. Но масло это уже стало моим последним, как бы, последней техникой холст-масла. И параллельно всегда не отказываюсь и от графики. И графикой я занимаюсь, и живописью. То есть вы разнообразно? Да, да. Вот к этому. Но на выставках в основном выставляюсь маслом, холст-масла и графические некоторые работы. Но когда я ездил по пленэрам, это традиционно холст-масла. Это традиционно в последние годы. Кстати, вы участник выставок, да? Вот во многих... Какие самые значимые выставки последних 10 лет вы можете назвать? Где побывали со своими работами? Ну, Харьков, 13-й год, Киев, персональная выставка. Ну, правда, в частной галерее была выставка. Называется «Мистецкий курень». Они на пленэр приглашали. И потом пригласили меня на персональную выставку. Я отослал работу, и они сделали открытие сами. Меня уже пригласили. Но до этого постоянное участие в республиканских, то есть в киевских выставках. А последнее, ну, то, что городские, это само собой городские. Это мы здесь живем. Порядка 20-ти, да? Да, да. Выставка в Лондоне не состоялась. Выставка корреспондента BBC, это с Украины. И они не смогли там собрать определенные средства, чтобы сделать выставку художников Востока. Вот мы сделали, потом эту выставку они сделали в Киеве. И потом Министерство культуры мне учил грамоту, вклад в изобразительное искусство. Замечательно. Ну, как бы жизнь, она такая, все равно я без этого не могу. Это часть меня, часть моей жизни. Вы участник многих пленеров. Скажите, вот какие пленеры на вас произвели самое большое впечатление? Каждый пленер по-своему. Первый, это началось с 2010 года. Международный репинский пленер Чигуеве. Там я был приглашен туда четыре раза. Потом Карпаты, частный пленер в 2011 году. Потом Киевский. Потом два львовских и один крымский. Получается. И многие очень пленеры сейчас начали создавать наши областные. Донецкие пленеры. Это очень интересно. Причем они предоставляют художникам и холстые краски. Это очень имеет определенное значение. Если на других пленерах предоставляется жилье, питание, проезд. В конце могут небольшие новые краски. То здесь основательно эти пленеры областные выдают определенное количество материалов. Это очень интересная тенденция. Я вообще не ожидал этого. То, что у нас это возможно. Очень хорошо, когда есть такие, которые поддерживают и дают возможности новые. Для того, чтобы только люди могли творить. Создавать новая картина, новая работа. Да, они создают программы, закладывают туда определенные средства. Для того, чтобы возить, поддерживать. Еще и помогать материалам. Все-таки не осталось такое самое любимое. Самое интересное, запоминающееся такое место, где побывали на пленере. И где удалось полностью себя реализовать. Ну, просто был случай отдельный, интересный. Допустим, в Грузуфе, чтобы написать «Дом Чехова» со стороны скалы. Мне, киевские художники, открыли себе, что нужно на канате спуститься немножко, чтобы встать на уступ этой скалы. И только оттуда открывается этот интересный вид. То есть, это было знание тех еще ребят, которые до меня приезжали. Но я это сделал. О, супер. Замечательно. Над чем вы сейчас работаете? Ну, у меня сейчас две тематические вещи. Я их сюда не принес. Одна связана с тем, что мы... Киркадзин Владимир Михайлович делал пленеру у себя здесь, на... В маяках. В маяках. И позировал Духин в качестве бандуриста или кобзом не было в руке. Да, кобзаря. Да, кобзаря. И этот настолько образ... Во-первых, этот портрет получился хорошо у меня. Но это стало собственностью Геннадия Михайловича. Но это дало толчок для какой-то темы там. У меня сейчас тема это... Это назвать «Тихий вечер». Рядом дети или мать пожилая, или две девчонки слушаются. Это как же ряга тема такая. И живописная там задача будет решаться. Композиционная и тематическая. И многие считают, что это якобы тема неинтересная. Но я так не считаю. Там очень глубокие смыслы, что вы считаете. И вторая тема это вечер провинции. Это из моего детства. В общем, там дома, вечер. Парень с гитарой стоит. К нему подошла еще. Друзья подошли. Вечер с умертием определенной. Да, дома. Это тема пока. Света, краски, наверное. Сдержанная гамма вечера. Ну, состояние того юношества тех лет. Такая немножко ретроспективная как бы работа немного. А то, что меня беспокоит и мучает. Это огромное количество набросков, рисунков, зарисовок. Когда я начинаю листать папки, то задевает, то забыл, то вспомнил. Андреевский переулок никак не могу сделать с этими домами, которых уже нет, но которые были по зарисовкам. Они постоянно меня мучают так сделать, так. Меня сейчас и ангард русский зацепляет. Как его решить этот вопрос? Ничего. А в целом, я считаю, эта техника должна идти от сердца, души. Тогда и зритель это поймет. И пачку стоит. Да, если мазок, то и в музыке удар, или голос певца, или на инструменте сыграно с талантом и с душой, это всегда будет замечено. Как культура художника, это как он положил мазок. Это уже часть культуры его. Умение рисовать, умение чувствовать цвет, умение... Ну да, это индивидуальность. Индивидуальность, да. То же самое и в музыкальном поприще. Если поют или играют одну душе тему, но кто-то сыграет так, что это войдет в душу, это уже является искусством. Даром. Я не считаю, что технике нужно так уж много кидаться со стороны в сторону. Нет. У нас самовыражение должно быть таким-то, как я говорил, такого никто не видел. Такой технике. Да, да, да. Некоторые хотят стремиться к этому, но я считаю, это путь в никуда. Ну, это мое мнение. Понимаю. Владимир Ильич, вы пришли к нам с картинами, со своими, да, хотелось бы немножко о них больше узнать. Расскажите, вот, скажем, об этой. Это портрет Маши, моей ученицы, которая она… Это славянская девушка. Да, славянская девушка. Она ходила ко мне на занятия, и когда мы выходили в город в центре по выходным, как бы, творческая аллея, значит, она села ко мне в кресло, и я ее изобразил. И мои коллеги считают это портрет, ну, я считаю, по-своему интересным, живым, ну, таким, будем говорить, быстрым, но, тем не менее, здесь есть черты характера. Ну, передается это, а в какой технике это нарисовано? Да, это художественная пастель. Пастель работал, как вы знаете, Дега, достиг необыкновенных результатов. Пастель очень интересный и простой, и в то же время сложный материал. Разные цвета, это нужно правильно подобрать, да. Здесь, да, здесь очень сдержанная гамма, но, тем не менее, это не умаляет достоинств. И вот Маша попала в кадр, то есть в кадр, она в бумагу. Я вижу другую работу, это масло, так? Это масло, да, масло. Холст. Холст-масло. Это немножко незаконченный портрет, немножко в таком внутреннем состоянии, находится модель. Да, интересно, со стороны передается, да, точно, какая-то грусть, какая-то задумчивость. У лица есть, да, в лице есть настроение, есть цвет, есть конвенционная основа, и техника масла выполнена в таком эмоциональном, несколько эмоциональной технике, не гладкая, не выпита, не выпита, но то, что передает это состояние, оно говорит о том, что человек здесь живой, задумчивый и молодой, и красивый. Это тоже из славянска? Холст-масло. Зовут ее Даша. Я надеюсь, что она еще ко мне придет, еще депозирует, да. То есть немного она еще не закончена, не завершена, да? Это тоже масло, холст-масло. Да, холст-масло, и природа Крыма. Хотелось передать солнце, характерные эти крыши. Блики. Да, блики, горы. И эта улица южная, то, что отложило впечатление глубокое в душе. Эта улочка, типично грузовская, все это хотелось передать на этом холсте. Мазки здесь очень весомые, тяжелые. И это все нужно было эти отношения передать. И зелень тут присутствует, да? Состояние крымского лета, начало лета, характер этих улиц, характер этого состояния, этого Крыма. Когда смотришь на него, попадаешь опять в ту атмосферу эмоциональную, в которой ты там был. А это Киев? Это Киев, да. Здесь стоит как раз к нам рядом памятник Григория Сковороды. Выше к нам идет Андреевский спуск. Этот архитектурный ансамбль, характерный для Киева. Это тоже лето. У вас здесь люди есть присутствуют? Это, да, городской пейзаж. Видно движение, динамика и состояние киевского уголка, такого исторического, перед которым нельзя было просто устоять. Здесь и архитектура барокко, и здание этого монастыря. Вы любите солнечную погоду, наверное, да, рисовать? Нет, не обязательно. Не обязательно. Я очень люблю и серые дни. Серые дни попробую изобразить, это же тоже мастерство. Красивая гармония, когда я приехал на речку, когда пали листья, я тогда увидел вот это красота. Вот это то, что меня... Но солнце тоже очень естественно, потому что я люблю сочный мазок, я люблю интенсивную эмоциональную фактуру картины. И только благодаря этой силе красочного состава можно передать этот контраст, эту силу этого солнца. Если будешь там зализывать цвет, втирать его, ничего это передать не получится. Он просто мазок, да? Да, это делается мастихином буквально. Эти сильные удары делаются даже не кистью, а мастихином. Хорошо. Вы сейчас можете обратиться к нашим читателям, к нашим зрителям и пожелать им что-то, нашим жителям Славянска. Я желаю моим коллегам по цеху и жителям Славянска всего самого лучшего, прекрасного. И чтобы они не унывали, чтобы умели во всем находить позитив. А искусство – это часть жизни, ведь кто делает хорошо свое дело, тот и является творцом своего дела. Ну так уж вышло, что я иду по этой стезе, и дальше уже сворачивать мне некуда. Да, с достойными результатами я хочу. Но я хочу, чтобы все были счастливы, здоровы и относились ко всему, к невзгодам, с чувством, как говорил Есенин, быть веселым и смешным в высшем мире искусства. То есть не сдаваться и находить во всем какой-то позитив. Вот это я желаю всем. Ходите на выставки, любите искусство. Искусство сейчас во всем – в кино, в поэзии, в музыке. Оно везде нас окружает, и мы являемся потребителями этого всего просто. А когда ты к материалу дотрагиваешься, ты становишься творцом. К карандашу, к фломастеру, к глине, к чему угодно. Всем огромный-огромный привет. Хочу от себя лично поблагодарить ваш канал, Эдуард Борисович, вас, за то, что вы всегда на острие этих событий. И то, что вы эту духовную надстройку, будем говорить, которая как бы… Очень важна. Вроде бы не важна, но на самом деле очень важна. Вы всегда это пропагандируете. Это очень важно. Это говорит о чем? О том, что у нас в городе все-таки есть какой-то культурный слой, который и не проходит мимо этого культурного слоя. То есть мимо нас. Наша программа действительно поддерживает творческих людей, и поэтов, и художников. И эта программа выходит в рубрике «Персона» по инициативе Александра Петровича Шуткевича, который также очень любит искусство, культуру и поддерживает творческих людей также в этом отношении. Прекрасно. Мы желаем вам новых творческих достижений. Будем рады видеть его в нашей программе в очередной раз через какое-то время, и будем поддерживать связи. И очень хорошо, что в Славянске есть люди, которые создают такие работы, передают творческие такие наработки для молодежи. Это тоже отдельный, наверное, повод для разговора, потому что наверняка много и у вас творческих учеников, людей, которые это все воспринимают. И почитатели, наверное, да, и побольше вам новых достижений, новых работ. А мы будем за этим следить и рассказывать об этом нашим жителям. Спасибо, Владимир Леонидович, за нашу встречу, за интересный рассказ. На этом мы заканчиваем нашу программу сегодняшнюю. До новых встреч, до свидания. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии и лайки. Впереди еще много интересного. До новых встреч, до новых встреч, до новых встреч.